Всем привет! Мы с вами находимся на Купай Арбат. Сейчас здесь продолжается действие в лагере протеста. В той мере, в какой-то возможной, перед нас в июне, в Москве, надеюсь, будет больше. И пожертвует на 500 рублей в подарок. Шарп, на 1000 рублей в подарок в футболку. В общем, это... Смотрите, развлекаются... А, по-моему, важное давление, хватит на ромал. Да, 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 я уже прочитал. А сейчас мы поговорим с Владимиром Малышевым. Здравствуй. Привет. Я вот собирался, так сказать, к тебе, чтобы дать какой-то будничный апдейт по тому, что происходит. Но только что прочитал в Твиттере твое заявление о предосновлении голодовки. Расскажи подробнее. А я как раз только сказал, ты как-то это очень вовремя подоспел к новости. Да, но я хохи не ты видела. Ну вот, ну что, как бы ситуация сейчас складывается в следующее, да? То есть завтра, скорее всего, опубликуют этот закон. То есть лагерь, скорее всего, 100% разгонит. То есть людей оштрафуют на 20 тысяч. И, как бы, ну, сейчас уже держаться смысла нет. Плюс к этому, все-таки 12 число, оно очень важно. Я надеюсь, что у тех людей, которые сейчас выступают лидерами, есть какой-то свой план. То есть, ну, я думаю, что что-то мы предпримем 12-го обязательно. Вот. И поэтому сейчас я решил, чтобы 12-го числа быть какими-то силами, приостановить голодовку. Именно приостановить. Не, как бы, закончить ее полностью, а приостановить. И чтобы 12-го числа, ну, по крайней мере, силами участвовать в том, что будет происходить. Каковы условия возобновления голодовки? Что? Каковы условия возобновления голодовки? Сейчас ничего не могу говорить, потому что у нас, на самом деле, здесь есть ситуация. Потому что, ну, мы сейчас находимся в новой реальности. И оно довольно-таки сложно. И, ну, как бы, что-то либо требовать, да, когда власть там, она может тебя организовать, ты можешь что-то добиться, а в итоге будут приходить люди, которые будут страховать на какие-то огромные деньги. Это, ну, несерьезно. Поэтому надо, на самом деле, все обдумать новую ситуацию. Я думаю, что юристы, люди, которые помогают, они все над этим уже думают и размышляют. Понятно. А расскажи вообще, вот, тяжело ли было принять такое решение, как выйти из голодовки? Я знаю по себе, что тогда тяжелее, чем в нее войти. Ну, честно говоря, да, очень обидно, потому что... Хотя, нет, скорее всего, нет. Нет, скорее всего, нет. Я думаю, что, потому что, ну, на самом деле, если рассматривать на голодовку, то она, скорее всего, идет в контексте всех событий, да, там, начиная от 6 мая до сегодняшнего дня. Я, как бы, ни в коем случае не считаю, что у нас почти какой-то жуткий неуспех. Ну, можно сказать, что мы в чем-то отступили. Ну, есть огромный опыт, да, понятно, какие ошибки были в начале, какие были в середине, какие были в конце, где что. То есть, я думаю, что проанализировав это, мы, как бы, придем, станем намного сильнее, умнее и хитрее той власти, которую, в принципе, ну, довольно-таки, ну, скажем, удалось там, да, как-то нас, ну, образно говоря, разогнать. Ну, вот. И я считаю, что со своей стороны, то есть, я здесь выложился по полной программе, и что, все, что в моих силах, я смог сделать. Скажи, какой-то прогноз на то, что будет полтавец в июне, и как на это повлияет, как на эти возможности события повлияют твои головы, как считаешь? Что-то на что-то изменило, вообще, в политическом контексте? Ты знаешь, какие-либо прогнозы сейчас делать категорически не хочу совершенно, да. То есть, моя, как бы, задача, вот я лично свою роль вижу, в том, чтобы желательно власть перешла без крови, это раз. Второе, чтобы, все-таки, ну, сохранить страну, и, как бы, сохранить, все-таки, единство людей. То есть, и, ну, то есть, задача, главное, сохранить страну. Заговариваешь иногда, то есть, безопыт, интервью. Поэтому сейчас что-то говорить о своем поведении после 12-го я не могу, потому что это все надо думать, потому что мы живем в новой реальности, которые меняются, на самом деле, даже не каждый день, а каждый час. Понятно. Ну что же, спасибо большое за то, что ты делал, и надеюсь, что все не покинут то мужество, которое ты выказывал все эти, сколько, 14 дней? Да, две недели получилось. Получилось две недели. Ну, как бы, я еще не начал операцию, мы сейчас еще звоним по знакомым, которые имеют опыт по голодовке, как из него выходить аккуратно. Ну вот. То есть, ну, то есть, приостанавливать, как из него, аккуратно, чтобы не причинить вред здоровью. А теперь просто скажи, пожалуйста, что-нибудь вот тем, кто нас сейчас смотрит и будет смотреть это видео. Ну, я могу сказать только одно, быть готовым, оказаться там, где вы нужны, или помочь, или что-то такое. То есть, я ни в коем случае не говорю о жертве, там, или еще о чем-то. Ну, как бы, нам надо держаться вместе обязательно. Это очень сильно помогает, очень сильно вдохновляет. Спасибо большое. С вами был Владимир Малышев, участник политической голодовки с требованием, грант с голодовкой с требованием предоставить, напомню, нам место для лагеря. Как вы слышали, Владимир, временно предоставил голодовку, вы можете узнать его позднее. Я буду следить за развитие событий. До свидания.